Ребят, привет! С нами сегодня Витя и Эмили. Привет! Привет! Ну, если вы не узнаете этих ребят, наверное, вам можно YouTube закрыть и пройти их курс Data Mining Connection или специализацию. Но я надеюсь, вы их узнаете. Тем не менее, я спрошу ребят, кто они, что они тут делают, что они вообще сейчас делают. Эмили, давай с тебя начнем. Давай. Ну, мы здесь в гостях. Нас позвал Юрка Шницкий, с которым я лично познакомилась совсем недавно. На нашем выпускном курсе Data Mining Connection очень позитивное было знакомство, и поэтому с удовольствием пришла в гости. Я довольно долго работала в Яндекс.Дейтефакторе, работала в Chief Data Scientist. Мы занимались довольно интересными проектами по применению машинного обучения в промышленности. Сейчас я кофаундер компании Mechanica.ai, которая делает технологичные вещи. Мы разрабатываем сервисы для оптимизации сложных технологических процессов. А сколько у вас там, кстати? У нас там пока не очень много. Это такой прям настоящий стартап. У нас 7 человек, мы все суперактивные, делаем все. Сами все админ, разработчики. То есть буквально каждый умеет все? Буквально, да. Вот сегодня настраивали виртуалку вместе с Наташей, с моим аналитиком. Круто. Виктор, а ты? Ну, меня внезапно зовут Виктор Кантер. И так получилось, что машинное обучение там как-то очень стремительно ворвалось в мою жизнь. Я еще там был студентом, вот, но начал там что-то делать в стартапчике с друзьями. И в общем итоге понеслось. Там преподавание появилось и работа там в Абби, в Яндексе и всякие другие вещи. Я работал вместе с Эмилией в Data Factory в какой-то момент. Ну, а потом я перешел в такси для того, чтобы построить там команду, занимающуюся машинным обучением. Ну, я всегда четко разграничиваю, говорю, что вот все машинное обучение, кроме беспилотника. И сразу всех вопросов, что есть машинное обучение в такси, кроме беспилотника. Ну, там, естественно, есть всякие вопросы в духе. Кому там пуши послать, кому скидку дать, кому не дать. Ну, то есть, опять же, там такие вещи. Не все из этого, из того, что мы делали в продакшене, потому что некоторые вещи там зажигают, некоторые не зажигают. Но в итоге у нас получилось довольно быстро команду построить. Там набрать буквально за несколько месяцев офигенных ребят, просто очень крутых. Ну, и постепенно, там, уже ближе к концу этого своего замечательного года в такси, я понял, что есть одна проблема. У меня есть потребность в фулл-тайме для того, чтобы заниматься преподаванием и образователем какими-то проектами. И есть потребность в фулл-тайме для того, чтобы делать клево свою работу в такси. Поэтому у меня возникла неловкая ситуация, когда нужно команду совсем до конца достроить. Нужно еще понять, кого же найти вместо себя. Ну, там, конечно, мы это делали все вместе, но в итоге нашелся замечательный человек. Так что теперь чудес такси другой человек. Я при этом продолжаю их консультировать. Ну, а я занимаюсь именно образовательными вещами в Data Science. То есть, там, курсы в компании, Data Mining Connection, ну, и кое-какие еще интересные вещи в будущем сделаем. А вот про курс ваш, Data Mining Connection. Так получилось, что параллельно закончился и наш довольно большой курс. Вот, получается, большая волна такая свежеобученных будущих Data Science. А что бы вы им посоветовали прямо сейчас делать, сразу после окончания этих курсов? Эмили. Ох, на самом деле, это очень приятно, что столько молодых людей, они все закончили курсы. С точки зрения самомотивации и достижения цели, это просто потрясающе. Мне вот сложно себе представить себя, когда у тебя есть уже работа, может быть, есть учеба, есть много всего, и ты ходишь на какой-то курс, а может быть, даже на два параллельно. Я знаю, что и такие ребята есть, которые сразу и у вас учились, и у нас учились. Тем не менее, сдали задание, закончили, это классно. Поэтому, наверное, им остается пожелать всего несколько вещей. Во-первых, очень многим техническим специалистам, в частности, Data Scientist, там очень сильно не хватает навыков, связанных с soft skills, я бы сказала так. Это умение решать задачи, problem-solent skills, которые подразумевают проектную работу, понимание, что конкретно требуется бизнесу, как эту задачу решить, постановка задачи, и вот подход не с точки зрения, давайте применим машинное обучение, потому что, ну, я же умею, а с точки зрения того, что нужно. Fit predict, наше все. Да, кроме fit predict, еще что-то добавить к этому. Оценку эффекта потенциального разработка и сервисов, и вот всякие полезные вещи. Второе, наверное, поработать над своим communication skills, тоже научиться разговаривать с людьми, общаться, не обязательно с техническими специалистами, потому что в жизни часто нужно уметь работать и с контрагентами, и с заказчиками, и с бизнесом, и с менеджерами, и с разработчиками, и с админами, поэтому это действительно важно. Важно уметь выстраивать взаимоотношения так, чтобы тебя понимали, причем понимали быстро, и чтобы ты тоже понимал то, о чем тебе говорят. Ну, и последнее, не останавливаться учиться, конечно, развиваться дальше, потому что наши специальности и технологии меняются каждый день, поэтому и разработка, и data engineering, и data science, все это нужно развивать обязательно. Ну, вот, наверное, с этим непосредственно связан такой вопрос. Вы, наверное, очень много ребят пособеседовали, очень много кого видели. Было дело. Какие там, наверное, топ-3 или, может, 5 скиллов, которых вот не хватает ребятам, из-за чего вы людей отшиваете? Ты и так завернул вопрос, что это вопрос про то, каких скиллов не хватает нашим ребятам. Нет, те ребята, которых все мучают, они великолепны, безусловно. А вот так просто на каком-то собеседовании иногда, конечно, грустненько становится. То есть может не хватать человеку подготовки по нами. Ну, то есть он думает, что он там понимает то, что он рассказывает. На самом деле начинаешь беседовать подробнее, и всякие странные вещи звучат. И метод главных компонентов отбирает признаки, и там еще много всего веселого. Но это полбеды, больше всего не хватает понимания того, как вообще действительно мерить качество, как задачу ставить. Но, собственно, то, что вот сейчас Эмили упоминала, это вообще такая тенденция какая-то очень массовая становиться жертвой маркетинга и хайпа. И думать, что ну вот действительно фит-предикт, а если еще с нейросеточками, то тогда ты вообще полное право имеешь называться дата-сайентистом. При этом ничего не имею против нейросеточек, офигенная вообще вещь. И здорово их применять по делу, и все это замечательно. Но даже там остается вопрос, а зачем это делать, а как мерить качество, а что за задача. Ну и еще есть такая вещь, как просто банальная адекватность. Ну то есть там разные забавные случаи собеседования бывают. То есть там, ну у меня... Давай, cool story. Да, cool story. Ну, например, вот у меня была однажды ситуация, когда человек на собеседовании начал честно говорить, а вы знаете, я очень хочу к вам, у нас все так плохо в компании сейчас, у нас даже туалетную бумагу в туалетах перестали класть. Но это как бы полбеды, потому что это не самая фееричная история, но самая фееричная я рассказывать не могу, потому что там будет слишком узнаваться, потому что, ну, эти же люди ходят не только в одно место собеседоваться, и, в общем, это будет, наверное, не очень этично. Кстати говоря, у меня тоже есть наблюдение, что, ну, как бы до такого, конечно, не доходило, но у меня есть наблюдение, что даже вот я на себя смотрю, когда я был там студентом совсем позже, еще позже, там сейчас, опять же, собеседование по-разному проходит, и я понимаю, что когда-то я как-то очень наивно себя вел на собеседовании, и, в общем, мне бы не очень хотелось, чтобы кто-то там вспоминал о каких-то глупостях, которые были у меня в голове. Был у меня один кантор, тот такой, лет 10 назад, вот. На ютубе видео. И еще одна вещь, которой не хватает часто, это, ну, просто быть приятным человеком. Ну, это не к тому, что нужно там обязательно родиться супер, там, красивым, вежливым, еще что-то. Это все приобретаемые вещи. Можно просто там смотреть на человека и думать о том, что, ну, мне не хочется у него дискомфорт вызывать. Там, не знаю, я иду на собеседование, ну, по-моему, голову всюду. Вот так вот, это собеседование, ну, и так далее. Ну, в общем, жуткие вещи иногда бывают на собеседовании. А тебя, конечно же, на экзаменах спрашивали теорему кантора. Ну, во-первых, ты, наверное, как образованный человек, знаешь, что теорему кантора много. Поэтому меня спрашивали и даже не одну. Сколько теорема кантора ты знаешь? О, ну, это так сходу надо вспоминать. А свою добавил какую-нибудь? Кстати, было дело, когда я там увлекался выпуклым анализом. Ну, там было некоторое утверждение, которое там можно назвать теоремой, но там именного названия, конечно, я и не дал, поскольку я пока не так крут, как Георг Кантер. Но, в принципе, был и другой кейс, когда я увлекался дискретной математикой, там тоже что-то получилось доказывать. Но вот так сложилось, что мне не захотелось идти в математику, особенно в чистую, потому что, ну, просто количество времени, которое должно пройти до того момента, как это начнет приносить пользу обществу, безумная, как правило, бесконечность. А если вот эту тему продолжить, то какого бы из двух кандидатов вы выбрали? Один умеет программировать, но боится самого слова «лог-лосс» и думает, что это какая-то лох-неска чудовища. Либо, наоборот, товарищ, который шикарно там может связать энтропийный критерий и дивергенциях Кульба-Калейблера, но пишет такой код, что просто белок глаза может сломаться. Ох, ну, сложно, конечно. В этом плане я, наверное, скажу так. Если человек чего-то боится, то, наверное, не надо обряд не работал, потому что бояться ничего не нужно. Есть задачи, которые можно научиться решать, и все получится. А если серьезно, то это вопрос уровня. Потому что и то, и другое можно делать по-разному плохо, по-разному хорошо. Я бы отталкивалась здесь от компетенции моей команды, и смотрела бы, каких навыков сейчас конкретно не хватает. На мой взгляд, вот мне, как специалисту в области Data Science, конечно же, легче научить человека Data Science, научить моделям, объяснить математику в каком-то виде, научить какие-то вещи применять. Поэтому мой выбор был бы в пользу разработчика, но, естественно, если он ничего не боится и готов учиться. Ну, а мне кажется, еще нужно, ну, как Камера сказала, что нужно смотреть, какой компетенции не хватает, но нужно еще смотреть вообще, как у вас работает ваш отдел. То есть, может быть, вы такие сферические Data Scientist, которые обучают модельки и не сильно парятся по разработке, потому что есть люди, которым позволено в продакшн писать, а вам, извините, нет, иначе может еще и сервис лечь. А может быть другая ситуация. Может быть ситуация, что вам нужно скорее нафигачить продакшн, и вот, соответственно, две крайности. Но то, что нанимать не стоит, я согласен. Понятно. Обоих не стоит нанимать. Ну, как-то так себе. Надо им дать просто фидбэк, что именно, чего не хватает, и потом с ними побеседовать попозже. Через годик, да, нанять обоих. А вот если вернуться к вашему курсу, какие сильные и слабые стороны вы бы в нем выделили? Ох, минутка позора. Давай. Ну, давай я начну со слабых. Кто просил и кто прослабил. Давай я начну со слабых. Давай, а я про хорошее скажу. В общем, на самом деле слабая сторона, по большому счету, одна, как у многих массовых явлений. Дело в том, что на курс действительно приходит очень много народу, то есть на семинарах направлений вполне может там сидеть 100 человек на одном семинаре. И, ну, это все равно еще хорошо, что хотя бы не все, кто на лекцию приходит, туда доходят. Ну, то есть я бы, конечно, хотел, чтобы все доходили, но пока что мы даже, ну, вопрос, как это можем сделать в плане организационного. Но когда сидит 100 человек на семинаре, то, конечно, это не такая плотная семинарская работа, как многим из этих 100 человек бы хотелось. Но, к сожалению, сделать так, чтобы у нас было там, ну, давайте так считать, допустим, по 10 человек в группе, и вместо 100 человек у нас 10 параллельных семинаров шло, вот такой возможности у нас сейчас нет. Тут даже и проблема кадров, и проблема помещений в таком безумном объеме, да и в университетах тоже там какому-нибудь матанализу сразу весь институт не учат параллельно за одну пару. А как вам разрыв между лекциями и семинарами, которые многие отмечали? Вопрос в том, считать ли это частью чего-то одного, что должно быть непрерывным, или это все же разные истории, потому что, ну, лекции – это штука, которая позволяет подтянуться тем, кто недостаточно глубоко в теме. Но есть ребята очень подкованные, которые приходят именно за семинарами разных направлений. А то, что происходит на направлениях, конечно, ну, существенно, там, серьезнее в каком-то смысле. Я, в принципе, даже немножко удивлен, что люди на лекции ходили, потому что сначала, когда я посмотрел на результаты теста, я подумал, ну, они, наверное, все знают, поэтому лекции будут там для тех, кто стесняется. Вот. Но в итоге и ходили, и вопросы такие иногда задавали, чтобы было понятно, что пусть ходят. Вот. Приходилось выкручиваться. Ну, как выкручиваться, понимаешь? Когда человек спрашивает то, что ты на лекции говорил в прошлый раз, позапрошлый раз, подходит и еще раз спрашивает, ты понимаешь, что, ну, значит, наверное, надо еще раз объяснить. Вот. Ну, тоже понятная история, да. В плане разрыва есть такой момент, но сложно сказать, недоставка – это им достоинство. Я бы сказала, что это дизайн курса, который, конечно, не может быть идеальным, потому что у нас очень смешанная аудитория. У нас есть как студенты из топовых вузов, и, может быть, не совсем из топовых. Многие из них являются студентами технических направлений, кто-то даже не совсем. Незапно у нас есть и журналисты на курсе, что, в принципе, радует. И понятно, что изначально многие даже не планировали ходить на семинары, они планировали ходить на лекции. Причем, ну, людей, правда, мотивирует хождение на лекции оффлайн, потому что вот ты видишь преподавателя, вот ты видишь ребят, которые вместе с тобой, ну, это как бы помогает, держать себя в тонусе. С другой стороны, лично, мне бы, конечно, признаться хотелось, чтобы лекции были как-то более сильно связаны, более тесно интегрированы с курсом. В принципе, мы про это, я думаю, будем все это думать обязательно. Мы хотим перезапустить курс в следующем году, сделать его еще лучше, еще интереснее. Поэтому как-то мы этот вопрос будем решать. Не буду сразу обещать, что это будет плотная связка как в классическом университетском курсе, что мы изучили теорию на лекции, а потом пошли на семинары ее применять. Ну, просто потому, что в этом нет необходимости. Очень многие из наших слушателей имеют классическое образование, и, в принципе, какой-то курс по распознаванию или по прикладной статистике они слушали, но они многие вещи знают. С другой стороны, наша фишка, скажем так, она скорее в применении, это main connection, поэтому все-таки наш акцент, он на использовании того, чем люди научились или научились у нас на практике. Поэтому это точно останется и никуда не денется. А вот если вдруг вас слушает большая толпа людей, которые закончили курс ОДС, то есть потенциально они могут пройти ваш курс, какой бы такой спойлер вы закинули, чтобы их привлечь осенью, или когда вы в следующий раз планируете запуститься? Хороший вопрос. Ну, на самом деле, я бы просто сказал, что у нас вообще-то есть спортивное направление индустрии и тренды в анализе данных, и, казалось бы, это такое уникальное предложение, потому что, ну, хотите стать крутыми кеглерами, ну, идите к Саше Гущину на спортивное направление. Хотите научиться задачи из индустрии решать, ну, разбирайте кучу кейсов на потоке индустрии, а хотите, чтобы у вас там уже на втором занятии не рассказывали всякие глупости про сверточные, сеточки рекуррентные, которые же все сто лет знают, ну, хоть те, кто хоть немного ознакомился, а уже там что-нибудь веселенькое, там какие-нибудь капсулы, то приходите на тренды, и это будет довольно весело и задумно. Ну, на самом деле, не факт, что это нужно, потому что, опять же, курсов очень много, и важно очень хорошо понимать, что когда ты что-то выбираешь, когда ты инвестируешь куда-то время свое, ты в это время делаешь что-то другое. И поэтому, если ребята уже прошли начальный курс, я бы им все-таки посоветовала попробовать пойти поработать или поучиться чему-нибудь другому. А потом, если они почувствуют, что мне не хватает для индустрии каких-то знаний, или мне не хватает для того, чтобы участвовать в соревнованиях, опыта, решений задач на коголе, или вот чего-то такого, то вот тогда ослознанно нужно приходить. Они уже будут сами понимать, зачем. А вот вы довольно много общались с Александром Белугином, с Женей Скаловым. Ой, Саша, Женю мы обожаем, мы с ними работали вместе очень долго. Отличные ребята, да. И они преподают уже... Моя попытка пошутить в духе актов. Уже не сработает. Прости. Да нет, ну да, конечно, много общались. Да, и эти ребята преподают уже управление проектом, то есть Data Science для менеджеров. Вот вы, в принципе, готовы были бы сделать то же самое? И как вы вообще смотрите на проблему обучения менеджеров Data Science? То есть, которые уже... Люди, может быть, математику даже не знали никогда, программировать. Надеюсь, когда-то они это делали, но уже забыли. И, тем не менее, по прогнозам многих там уважаемых источников, типа Гартнера, таких людей нужно будет очень много, кто прежде всего шарит бизнес, ну и понимает, как туда воткнуть Data Science. Вот как обучать таких людей? Потому что пока, как я вижу, это так, опыт компании накапливается, и пока сложно вот именно курс такой составить. Тут основная проблема еще в обучении каких-то специалистов в том, что проще всего его качественно организовать, если ты привлечешь к обучению хороших специалистов. Вот тут нелобкий момент возникает, потому что хороших специалистов именно в том, как менеджить Data Science проекты еще меньше, чем хороших Data Scientist. И, собственно, отчасти поэтому, если вы становитесь более высокоуровневым Data Scientist, там очень важны менеджерские компетенции. Поэтому, ну, хороший вопрос, как сделать хорошо. Я с одной стороны думаю, что я что-то в этом понимаю, с другой стороны, я определенно не считаю себя богом project менеджмента. Поэтому я бы был готов в такой штуке поучаствовать, но нужно садиться, думать, планировать. Что ты скажешь? Да, действительно, задача сложная. Я бы в этом месте обратилась к опыту компании, которая делает это хорошо и активно занимается проектной работой. На мой взгляд, это в первую очередь консалтеры-аудиторы, у которых есть международная практика по этим вопросам. У нас многие из них представлены. Такие компании, как McKinsey, Deloitte, Ernst & Young. Конечно, я бы в первую очередь пошла к ним за этим опытом, потому что наверняка у них почти у всех есть курсы молодого бойца и различные другие курсы для менеджеров. И я думаю, это должен быть такой joint course от специалистов в области Data Science и от специалистов в области управления проектами. И там и там, конечно, нужен опыт. Я думаю, что это хороший челлендж и это можно сделать. Но вряд ли это получится классно с первого потока. То есть кому-то, конечно, придется пострадать, но это как везде. А может быть проблема в том, что лучшие менеджеры Data Science проектов, они должны быть бывшие Data Science и таких попросту еще мало, потому что молодая область. Ну вот Amazon так работает идеологичным образом. У них, насколько я помню, нельзя быть техническим менеджером проектов, если ты отработал меньше 10 лет разработки. Это тоже интересная история. Однако, даже если ты отработал много лет разработки, это не гарантирует сразу позицию технического менеджера. Таких людей, конечно, мало, и у них менеджер, он отвечает за очень большой кусок работы. Наверное, больше, чем, по крайней мере, по моему опыту в Яндекс, например. Поэтому, конечно, это возможно, но все равно этих людей придется учить именно управлением проектами. Как ты думаешь? Ну, я думаю, что, конечно, если и при существующем кадровом голоде еще добавить дополнительно фильтров в 10 лет разработки, то, наверное, будет особенно сложно менеджеров нанимать. Хотя, конечно, в идеальном мире, если бы мы могли такое потребовать, это было бы круто. В принципе, можно действовать следующим образом. Можно действительно каких-нибудь, прям, не знаю, синьер специалистов пытаться таким образом добывать. Ну, и уже им давать возможность как-то натаскать тех, кто попроще. Ну, в компании зависит. Если у тебя хороший бренд, ты, наверное, можешь себе позволить такие трюки. Если нет, то с кем получается. А вот у нас один товарищ в Мэле в разработке года два провел, потом его повысили, пошел руководить людьми. И ничего не получилось. Нет, в принципе, получилось, но около полугода он там провел и сам ушел обратно в разработчики. То есть он почувствовал, что вот если ему там сейчас около 30 лет, вот он чувствует, что он теряет время, пока он руководит людьми, сидит там на совещаниях. И можно вот еще, по крайней мере, лет там 7-8 поддерживать навыки именно программирования. Вот и получается 10. Тебя удивляет эта ситуация? У меня... С одной стороны, я его понимаю, с другой стороны, ну, такие метания, они странные. Хотя... Почему метания, человек попробовал, понял, чем это грозит и понял, мне не надо. Да, я как раз таки я его понимаю, у меня вопрос скорее к вам. Вот вы, наверное, уже ощутили, какого это руководить людьми. Что вам больше нравится, код писать или с людьми роваться? Или программировать на людях? Программировать на людях классно звучит. Я впервые услышал это выражение от Воронцова. Это не он же тебя им заразил. Ну, я где-то еще слышал. Воронцов, видимо... Да не, ну, понятно, что Воронцов не все понятия в мире придумывает, хотя много чего придумывает. Ну, кстати, на тему программировать или все же людьми руководить, ну, мне очень нравится собирать клевые команды и мне очень нравится делать так, чтобы они здорово работали. Ну, правда, иногда у меня бывали случаи, когда я смотрел вместе с кем-нибудь из тех, кто у меня работал, его кот, и у меня чуть ли не слезы на глазах наворачивались. Причем не от того, что кот был плохой. Кот-то как раз был великолепный, от этого слезы были еще больше, потому что я просто думал, какая же у тебя великолепная работа, как же тебе интересно, как же тебе здорово, клево и замечательно. И самое главное, ты просто пришел, ты по большому счету зависишь только от себя, потому что, ну да, там какие-то задачи поставили, что-то там нужно делать, но вот с того момента, как ты задачу получил, ты можешь даже вот просто, исходя из своего чувства прекрасного, работать. Ну, да, надо помнить, что надо, чтобы это еще было юзательно, но так или иначе, ты вот поработал и видишь, что да, сделал клевую штуку, вот могу собой гордиться, вижу, что она уже работает. и в принципе до момента, когда ты можешь порадоваться, когда ты можешь почувствовать вот этот вот прилив счастья, не так много времени. А если ты собираешь команду, если тебе нужно добиться того, чтобы она работала слаженно, чтобы достигались какие-то результаты, то ты можешь там спокойно через год, два, пять лет узнать, что на самом деле ты все это время делал какую-то фигню. Ну, и все. Прям драматическая история такая получилась. Ну, на самом деле все не так драматично, потому что мне кажется, что те люди, которые все же увлекаются именно этими вопросами и им интересен менеджмент и руководство людьми, они могут и в промежуточных точках понять, там, фигня или не фигня. Да, хорошо или нет. Но вообще меня всегда очень вдохновляло, что вот когда вас просто двое, вы работаете независимо и оба хороши, у вас получается, в принципе, приличный результат. Но если вы начинаете работать как команда, то ваши результаты, они просто экспоненциально начинают расти. Поэтому мне безумно интересно строить именно такие команды, которые прям помогают тебе почувствовать, что вот сейчас мы добежим до конца просто намного быстрее. Это, конечно, сложно и нужно как-то подходить к этому осознанно, понимая, что да, вероятно, какие-то технические навыки у тебя ослабнут и действительно ты будешь разбираться в конкретных вещах хуже, чем твои подчиненные со временем. Это вот просто факт. Это будет так, потому что ты действительно вкладываешь время в другое. Мне кажется, это абсолютно нормально, это здоровый ход вещей. Почему бы и не делать этого? С другой стороны, если ты понимаешь, что это очень дискомфортная психологическая ситуация, то экспертный трек, он твой, почему бы и нет. А тут действительно нужно какое-то дополнительное образование в виде менеджмента или там умных книжек? Или в принципе поначалу просто здравый смысл сойдет? Ну, оно помогает, конечно, потому что есть стандартные практики, которые работают, и тут скорее разница в том, ты их запретешь сам на своем опыте, потратишь на это полгода и помучаешь полгода своих коллег, которые, конечно, тебя любят, будут терпеть, но тем не менее полгода будет не очень оптимально. Либо ты их просто быстро прочитаешь сразу и начнешь применять. Я бы посоветовала какое-то не очень большое разумное время в это инвестировать, потому что на это, правда, полезно, но не усыграть и не изучать что-то там долго. И это будет свет. Ну да, мне кажется, так лучше просто. А то мы уж такие прям... Сейчас кофе. Продолжим все-таки немножко за тем. Мне кажется, что надо еще помнить, что люди разные. Дело в том, что действительно у людей есть некоторые там таланты и способности. Ну, то есть человек такой не безликий от рождения, что я там все одинаково плохо могу и хоть чему-нибудь за жизнь научусь. И, в общем-то, действительно есть люди, которые могут не читать никакую литературу, начать, и это будет получаться довольно интересно, эффективно. Потом им, может, какую-то литературу будет интересно прочитать. Возможно, они, читая эту литературу, будут думать, кто пишет такие очевидности. Но мне это понятно уже с пеленок. Вот. Особенно здорово, если, думая так, он будет еще и делать все правильно, потому что часто люди думают, что, ну, это очевидно. а делают все равно неэффективно. Вот. Но так же, как со всеми делами. То есть, в принципе, это же не только с руководством такая ситуация. Если ты возьмешь, там, не знаю, ведение бизнеса или, там, не знаю, выступление перед людьми, есть люди, которые быстро в этом прогрессируют, есть люди, которые менее быстро. Ну, у каждого свои какие-то таланты найдутся. Ой, не знаю, я прям не могу согласиться, потому что я категорически против экспериментов над людьми. Вот, правда, есть какие-то темы, которые болезнее, чем другие. Там, например, медицины или people management. И все-таки, вот, правда, если есть возможность хоть два часа что-то почитать, хотя бы какие-то минимальные best practices, там, как выдавать фидбэк, как вообще общаться, то, ну, наверное, это надо сделать. Если есть возможность чему-то научиться полезному, то это бесспорно надо делать всегда. На тему экспериментов над людьми, но мне кажется, что наша жизнь, в принципе, большой эксперимент над большим количеством людей, с которыми мы общаемся, поэтому я к этому чуть поспокойнее начусь. А вот грабли, на которые мы наступаем, там, в Data Science проект, про них можно где-то прочитать, или это только сугубо опыт, сугубо свои детские грабли? Ну, это история про то, что прочитать можно, а поверить сложно, потому что ты читаешь, что сделали вот такую вот глупость, там, ну, это вечные байки про то, что вот сделали рекомендации, сортировали не по сковору, а по айдишнику. Ты думаешь, что, ну, что за дичь, как вообще так можно? А когда ты это потом однажды видишь, ты понимаешь всю глубину этой бездны. И что тебе не помогли бы книжки, когда сортируешь по айдишнику. У всех персональные баги, персональные грабли, но все равно, что-то узнать бывает полезно. Да, и при этом, кстати, если быть вот максимально доверчивым и рассудить, ну, ладно, я должен к книжкам серьезно относиться, если написали, что вот сделали так, значит, наверное, правда сделали, то, опять же, чуть сложнее будет расстанавливать приоритеты и понимать, какие ошибки наиболее вероятны, какие наименее вероятны. Ну, конечно, можно смотреть по принципу, какие чаще упоминаются в литературе, какие нет, но, в общем, опыт свой, опыт коллег в этом смысле тоже надежный источник, и можно даже понадежнее. А какую последнюю книгу ты пришел? Тебя какая интересует? художественная или техническая? Тебя художественная тоже, но и обе. Смотри, на тему художественной мне надо на самом деле вспомнить, потому что я что-то такое интересное читал. А, вот, кстати говоря, я хотел тебе сказать, что ты молодец, потому что ты в некотором смысле делал сегодня Дудя, ты не смотришь на телефон и не вспоминаешь вопрос. Я их сочиняю. и в общем-то, как-то раз в одном из Дудей Дудь рекламировал там какой-то сервис для книжек электронных, и он между делом упомянул одну книжку, такую, называется «Общагами крови». И он Иванов упомянул, да, и он упомянул ее, и я вспомнил, что у меня еще один знакомый человек, чему мнению я очень доверяю, упоминал эту книжку. И мне стало интересно почитать, ну, правда, честно скажу, совсем не проникся как-то, ну, то есть, что-то мне, ну, как я читаю, читаю, у меня так бытовуха, 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 я думаю, ну, ну, ладно, видимо, вот так будет все время, потом это прилистую страницу, и там какого-то героя пускает прям вообще в такое очень пространное рассуждение, которое в какой-то момент становится очень глубоким, интересным таким, и я думаю, ничего себе, вот. Ну, вот это из последнего, что читал. Перед этим меня что-то потянуло на Джека Лондона, и я там прочитал Мартина Иддена Джека Лондона. Моя любимая книга. Довольно такая. На английском слушал. Потрясающе, да. Советуем, всем советуем Мартина Идена. Эмиля, давай тогда тебя спросим про техническую литературу. Ты вообще как, считаешь ли, что это достойная трата времени читать какие-то книжки, скажем, по теоретическому Эмилю, по дипломингу? Очень достойная, я вообще люблю это дело. Что это? Про художественную Эмилю не спрашивали, я могу обидеться. Это только мне было сложно. А мне сложно было бы не про художественную ответить, потому что я вообще себя награждаю книгами, как все люди, которые работают, много, поэтому я вот сделала что-то хорошее, позволила себе там почитать что-нибудь в духе Getting Things Done или Лин Иншер, Латс Энберг, или что-то такое. Ну, я люблю. А по работе, конечно, да, у меня сейчас, честно, лежит дома вот эта толстая книга операционной системы Unix, которую мне нужно по-быстрому изучить, чтобы у нас все работало по-менее оперативно. Нет, я ее уже читала на втором курсе, но сейчас придется снова. Поэтому вот эта, но она не последняя, она текущая. Сейчас мы, наконец, понимаем, зачем нам эти книжки, которые мы на втором курсе ботали. Вот сейчас прям очень пригодилось. Витя, а у тебя какая последняя техническая книжка? Николенко? Икатурин? Нет, нет, нет. Ну, мне показывали студенты в некоторых местах, ее немножко на жизнь жаловались, говорили, что что-то как-то здесь, похоже, в этом месте не пытались объяснить понятно. Эпиграфы странные. Ну, эпиграфы, да, про эпиграфы. По-моему, ты мне, кстати, первый раз сказал про эпиграфы. Ну, на тему эпиграфов и цитат, это, знаешь, напоминает, что вот в цивилизации, там, если кто не знает, это игрушка такая. Вот там, когда открываешь какую-то технологию, была цитата кого-нибудь, связанная с этой технологией, то есть там вот, ну, не знаю, там открываешь спутники и там цитата бип-бип-бип и подпись «Спутник-1». Вот, ну, вот такого рода эпиграфы. Кажется, что вот книжка Николенко эпиграфами тоже мне немножко напомнила, то есть тоже там так весело. Но, не, ну, вообще здорово, что появилась книжка на русском языке, какая-то хорошая. Я, на самом деле, замечаю, что наличие литературы и материалов на русском языке или их отсутствие все-таки сильно аффектит. Там уровень среды у нас именно в российском data science. Еще не все все читают в оригинале. Из того, что последним читал, ну, наверное, книжкой наши статьи с трендов нельзя называть. Но вот последнее, что я перечитывал, это именно статьи с трендов. А так касательно книжек технических, я даже не думал, что мне будет сложно ответить на этот вопрос. Хороший вопрос. А статьи? У вас так по-честному получается их читать? Прямо так, чтобы с выкладками следить? Или надо прямо засесть, выключить все уведомления и продираться сквозь математику? Вот какую последнюю статью ты читал с планерамком? На самом деле на тему нейронок вот у меня сейчас длинный список для чтения вот на эти майские и дальше как раз те ссылки, которые у нас на трендах были, потому что ну там первая интересная ссылка это про капсулы. Вот эту вот всю идею там что давайте будем брать там норму вектора как ответы, давайте там будем в этих векторах еще пытаться записывать, что-то типа расположение элементов друг относительно друга и так далее и так далее вот и в оригинале я пока еще статью не читал, но планирую из того, что последнее читал тоже мне тяжело вспомнить достаточно ну ты знаешь это просто так достаточно хаотично происходит то есть вот у меня возникала какая-нибудь рабочая задача то есть там нужно было там сделать как-то нормально процесс оба-тестирования а я помню, что там рассказывал Женя Рябенко однажды у нас там проклевываю статью разбирал ее и я там беру эту статью тогда изучаю там грущу, что далеко не все выкладки есть а надо Жене звонить Жене нет, ну Жене я первым делом пишу что Женя я тут не понял я тут не понял что это статья вот но просто эти все вещи не запоминаются потому что ну когда ты так вот ситуативно решаешь какие-то свои проблемы то просто проблемы прилетают все в огне в огне нам стул горит ты сам горишь ну вот как всегда про это говорят ну и быстренько так надо со статьей разбираться но так свое удовольствие почитать статьи ну такого у меня последнее время не было но я вот сейчас хочу это исправлять удовольствие не было или времени ну если заставить человека что-то приятное делать очень быстро то наверное удовольствие особого не получит от этого надо все же как-то там в подходящее время это делать и не пытаться там в спешке вот поэтому да вот удовольствия не хватало чтения статьи Эмили а вот ты недавно начала в стартапе работать а ты как в целом отслеживаешь как ситуация с ML стартапами в России за каким-то ты может следишь какие-то парни может как тебе кажется или девушки или вместе может они делают классную работу и как вообще в целом рынок стартапов у нас я вот слышал вроде в Лондон такая европейская столица ML стартапов ну понятно Америка отдельно вот как у нас с этим ну вообще интересно потому что конечно слежу конечно когда принимала решение о том что нужно или не нужно уходить из большой хорошей IT-компании в свой стартап это большой риск и как любому математику мне бы хотелось как-то вероятно оценить насколько там все будет хорошо или плохо да я посмотрела но честно признаюсь я смотрела только на свой сегмент все что связано с анализом данных все что связано с оптимизацией промышленных процессов у нас таких стартапов довольно мало но тем не менее они есть есть ребята которые оптимизируют дискретное производство есть много чего про предиктивным ремонтом по различным сервисам связанным с прогнозированием аномалий таких довольно много более того в них инвестируют все это как-то неплохо развивается в Европе конечно гораздо больше причем это не обязательно Лондон это еще Германия там довольно сильно развит технологический степ поэтому ну там много заводов много производства поэтому там в общем сам мог базироваться технологическим стартапом внезапно в Азии тоже Китай и Япония там тоже большие производства там тяжелая металлургия и всякое разное поэтому и там тоже много так что конкурентов хватает к счастью пока нет одного игрока который делает это сильно лучше чем остальные хотя вот я смотрела на стартапы и мне понравились ребята понравились ребята которые называют себя Bonsai Bons.ai такое интересное название получилось они пилят классную платформу по разработке сервисов на основе машинного обучения для оптимизации то есть там есть кубики всякие можно себе пособирать там разные решения C3 IT тоже интересно то есть их правда много и это такой довольно конкурентный рынок но здесь я верю что наш опыт работы над проектами связанными с этим очень поможет а вот как раз может быть ты подскажешь именно товарищ работающий в промышленности меня тут жаловался вот мы там во всех базовых курсах обсуждаем ошибки там первого и второго рода вот эти картинки что мужик беременный девушка не беремен вот и вот реальная ситуация товарищ прогнозирует поломки на какой-то не буду врать но какой-то очень большой стан и задача по сути бинарной классификации какую-то редкую поломку предсказать да супер несбалансированный и конечно нам есть false positives и они прямо очень дорого обходятся то есть вот он такой умный data scientist пришел мужикам с гаечными ключами говорит вот этот стан сломается через неделю знакомая проблема да понятно что наши алгоритмы они как бы всегда будут выдавать false positives а тут их цена прямо слишком высока это там остановить на 3 часа производства и лезть проверять этот огромный стан вот что тут можно посоветовать вообще как тут с этим бороться тут на самом деле все не так плохо потому что опять же наш сервис который прогнозирует аномалии он конечно же работает не в вакууме есть огромное количество сервисов не связанных непосредственно с анализом данных а автоматики которая просто банально не даст тебе сломать все то есть если что-то идет не так это производство будет остановлено помимо вот независимо от твоих сервисов а что касается ошибок тут есть сложность в том что обучиться на это нормально довольно тяжело потому что все-таки ну даже если у завода довольно богатая история аномалии это все-таки довольно редкое событие причем они все разные и это очень-очень не сбалансированная классификация в этом плане что можно делать пытаться объединяться с другими заводами либо может быть с производителями с вентами оборудования для того чтобы расширять свою базу потому что понятно любая дополнительная аномалия она прям существенна особенно если их десятки всего лишь что прям два объекта добавил и ура качество возросло а так конечно пытаться строить сервис с некоторым количеством скажем так фоллбеков то есть если ты понимаешь что модели сейчас возвращают вероятность минорного класса но непонятно так это или нет то можно воспользоваться другими системами например мы в свою очередь строим различные комбинации где само решение принимается не только одной моделью но также есть допустим физико-химическая модель или термодинамическая которая с любой стороны смотрит на эту проблему и делает этот прогноз с точки зрения физики процесса на который мы опираемся и пытаемся оценивать насколько модель уверена насколько конкретная ситуация конкретно на борт-параметах похож на то что мы уже видели в истории и вот основываясь на всем этом можно делать вывод но опять же конечно да цена ошибки важна понятно что в общем-то если у нас есть эксперт он свободен и у него есть время на то чтобы посмотреть можно его отправить посмотреть но злоуподроблять этим не нужно потому что есть такой чудесный фактор это насколько специалисты доверяют твоей модели поэтому если слишком часто кричать волки ребята надо бежать за то через какое-то время эта система просто бесполезная потому что все скажут ну ладно 25 график на 4 мониторе отлично бы живет ничего делать не будем поэтому конечно аккуратно использовать все знания которые есть побольше моделей разных и вот совместное решение окей ведь вспомнил книжку техническую рано было вспоминать неловкий момент слушай ты меня опять снова подловил дай мне еще немножко времени подумать может пока стартапы какие-то стартапы можно порассуждать знаешь меня никогда особо не вдохновляли компании которые занимаются машином вы не любуете да не ну в смысле и стартапы и не стартапы ну просто смотри есть такой большой вопрос как сделать так чтобы именно машинное обучение правда там приносило какие-то серьезные деньги многие компании есть известная история про поиск и про рекламу есть история ну там отдельно про рекламу не суть ну там понятно да наверное можно ну видим примеры какие-то другие кейсы тоже вот настолько прям безумно успешные это один процент что очень много и кредитные скоринги и колл-центры и чат-боты в общем миллионы сейчас да не ну понятно ну просто не знаю там с чат-ботами допустим тоже ряд вопросов на тему того насколько там нужно действительно делать какой-то чат-бот или в принципе это можно было бы индексовую чудесно уху какие у меня встречи он такой вот там-то через 15 минут я вообще прям фанат а я не пользуюсь наверное просто ну в общем не ну конечно все это там а не 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 есть одно применение клевое оно вообще не про деньги правда но вот тема с беспилотниками действительно меня очень восхищает потому что идея что там мы все можем получить более менее одинаково квалифицированного водителя который будет еще прям вот хорош и адекватен наверное это здорово ну еще из стартапов ну кстати на тему чат-ботов ну вот есть такой стартап Digital Genius они вот как раз делают поддержку с помощью там чат-ботов ну вроде прикольные ребята но я не сильно прям погружен мне скорее рассказывали я так послушал и понял что даст а так ну я еще иногда сталкиваюсь с стартапами в контексте какого-то ревью ну там перед тем как кто-нибудь инвестирует например или не инвестирует вот и с одной стороны здесь тоже есть свои интересные истории но рассказывать я их конечно не могу поэтому в общем ну кстати говоря на тему клевых стартапов российских ну вот меня очень зажгло то что ребята из Госвы делают ну вот там где Петя Ромов компания вот и конечно мне немножко грустно что там конечно все это тоже никак никакие экономические эффекты не мапится замеры качества никак не свяжешь нормально именно с деньгами но у них суперклевый продукт который именно вот интересен геймерам и я сам люблю иногда загамывать во что-нибудь и я просто послушал что вообще есть на эту тему там посмотрел что у них есть и понял что да я бы наверное может и стал бы их пользователем потому что ну хватит уже сливаться постоянно надо бы уже и нормально играть в общем клевый клевый очень стартап очень здорово что у них там все это продолжается я думал это просто игрушки какие-то вот этот Dota Science и так далее оказывается это не игрушки да конечно много очень крутых я в защите стартапов упомянул свой коин крутецкие ребята вообще они придумали историю про монетизацию физической нагрузки то есть ты можешь двигаться бегать это все считывается с датчиков считывается с твоего телефона и может быть они еще просто это научатся использовать и за это они тебе начитают баллы которые уже можно тратить и что-то покупать мне кажется прям обалденная штука с точки зрения монетизации с точки зрения здоровья некоторых наций и нашей может быть тоже в общем какой коин а то потом в комментах спросят а я сам не расслышал слэш коин не буду говорить вперед все поняли ну можем подписать наверное под видео ну да а вот на прошлой встрече в яндексе она была посвящена как раз таки менеджменту проектов там один из слайдов был большой красивый один процент вот прям единичка от Саши Белогина да Саши Белогин вот он как бы считает что роль машинного обучения вообще в бизнесе это вот один процент дохода ну вот если умеете что это не стоит даже боссу показывать потому что вот эти промилле они уже глазом как бы не замечаются если больше 5-6 процентов это уже маловероятно то есть это скорее всего поиск рекламы а все остальное это вот наш удел один процент ты видимо согласен есть такая манера выступления что сначала ты выходишь на сцену голая когда уже ты привлек у всех во всех внимание ты тогда уже начинаешь что-то говорить вот с этим одним процентом та же самая история ну да можем нафигачить один процент на весь слайд и после этого уже отприхаться ну если мы посмотрим на там поисковые компании например на то как делается поиск то конечно без машинного обучения у них бы была вся прибыль или было бы 99 процентов в современном мире это конечно же чушь но Саша же и не это имел ввиду да давай Саша просто очень хорошо так эффектно видимо эмоционально подал мысль который заключается в том что если мл это не основное в вашем бизнесе а вы просто за счет мл хотите что-то оптимизировать тогда вы там не какие-то колоссальные деньги сможете приобрести там сэкономить ну вот как-то а вот что-то порядка там одного процента ну и разумеется это не какая-то статистика посчитанная по каким-то там исследованиям как-то сделанным а такое просто субъективное ощущение если так на это все смотреть то ну я наверное с ним скорее соглашусь в большинстве случаев но только мл тоже нужно уметь применять и понимать где его применять есть все-таки кейсы в которых мл может помочь решить задачу которую без мл не решишь или будешь очень долго и мучительно решить а вот вы наверное продолжаете активно обучаться сами чувствуете вам каких-то науках не хватает а вот какой бы сейчас там следующий курс или книга что бы вы хотели дальше пройти что-то изучить есть такое конечно вообще обучение очень помогает потому что оно как-то расширяет твои границы и когда ты скажем даже что-то читаешь или с кем ты говоришь кого-то слушаешь это учит мыслить более критически и понимать вот какой ты его собеседник и жизненный опыт почему он говорит так или иначе откуда там берутся одни проценты или да вот эта технология не работает или там ну вот все вот эти суждения становятся понятны и относишься к ним как-то менее критически ну и мне на самом деле очень помогает изучение других языков потому что это очень сильно показывает как люди мыслят какие у них основные концепты в языке означают мышление и почему в каких-то странах много промышленных компаний в каких-то много софтовых каких-то много вот компаний связанных с искусством так или иначе и вот моя следующая галочка которая еще не поставлена это французский язык класс ну пока не очень как хобби или для взаимодействия с французским data science и то это дело на самом деле потому что французский data science он мне очень интересен скорее с точки зрения промышленности потому что покрытие достаточно неплохое это Франция это половина Канада вот еще в Африке например тоже есть страна франкоговорящая поэтому это скорее такая дуальная оптимизация с одной стороны эстетическое удовольствие доставляет ну и там почитать можно французские комедии конечно не мои любимые но иногда тоже бывает интересно вот и так да для общения с людьми на их языке это очень сильно помогает и как-то вы начинаете лучше друг друга слышать лучше понимать для общения с заказчиком очень рекомендую говорить на языке на французе ну кому как Витя, а ты? ну вот собственно статьи хочу дочитать на которые мы на трендах ссылались и в общем-то еще раз пройтись по нашим статьям я немножко расстроился когда начал их читать потому что я понял что это сложно я в очередной раз попадаю написано плохо да не ну просто в принципе не так-то просто с какими-то вещами разобраться вот но я не первый раз восхищаюсь нашими слушателями то есть например вот я восхищен всеми кто нашу специализацию на курсаре проходит потому что я за свою жизнь ни одного онлайн-курса до конца не прошел я просто не осилил я забивал в какой-то момент мне становилось скучно хотя с многими знакомился то есть мне было интересно как-то рассказывать я проходил вашу специализацию ну вот когда тебя слушал я чуть не бросил ну кстати на тему меня слушать там тоже забавные кейсы бывают то есть я получал разные отзывы и получал как отзывы здорово замечательно так и отзывы что-то ты быстро говоришь хотя все помнят как я в первом кубсе говорю отзыв что-то ты медленно говоришь но что-то быстро ладно это еще нормальная ситуация потому что ну быстро если замедлишь станет вообще ужасно а вот претензия что ты медленно говоришь вообще смешная там есть кнопочка сделать в два раза быстрее там в полтора раза быстрее ну если вы кнопочку не нашли то сорян вот так кстати я вспомнил какую книжку читал недавно последнюю техническую, но я не сильно тебя порадую и удивлю, то есть я просто никак не доходил нормально полистать Мёрфи и вот наконец дошел, ну так тоже очень интересно Моя ставка была на хасти тип Ширани Стыдно в 26 лет признаваться, что ты хасти тип Ширани еще не целиком Это признание было? Не, на самом деле хасти тип Ширани... В смысле целых две? Там есть вроде коротенькая версия, а есть побольше Ну она не сильно меньше, но там первое издание и второе Ну в общем касательно хасти тип Ширани, там в принципе тоже есть всегда что полистать, что до этого пролистывал Там примерно на арх, можно научиться одно Больше всего на свете хочу научиться Вообще вот я довольно так скептично к бишеку относился всегда Ну как я знал, что это замечательная книжка, но просто сильно глубоко погружаться не нужно было Потому что ну там сильно счастливее от того, что я буду знать там 5 разных видов PCA Ну наверное я бы не стал Вот, но тоже недавно листал и тоже в целом понравилось Кстати говоря, в какой-то момент у меня возникла мысль, что надо бы еще пересмотреть лекции Рансова, в смысле именно PDF-ку Потому что я помню, что там были какие-то моменты, которые у меня не вызывали, когда я был студентом большого восторга и интереса А сейчас все может быть сильно по-другому Ну и в принципе с математической точки зрения тоже очень красивые лекции, мне всегда очень нравилось У этого курса есть одно очень крутое свойство, вообще замечательное После него создается ощущение, что есть какой-то порядок в машинном обучении Есть какие-то вот такие алгоритмы, такие, такие Ты понимаешь, как это все устроено И вот с этим чувством спокойствия, которое у тебя остается после прохождения этого курса С хорошей такой структурой Не страшно начинать заниматься машинным обучением Потом-то ты все понимаешь, что мир жесток Нет никакого порядка Но вот эта смелость, которой курс заражает вначале, она многого стоит, потому что она позволяет двигаться дальше Там еще же, кстати, видео есть выложенное, мне кажется, очень классно Я прям вспоминаю себя в ШАЗе, когда смотрю там, Настантина Чилавыч, такой доски А вот за нейронками вы бы стали гоняться сейчас? Быть всегда на краю, читать последние статьи Ну, это интересно И уметь имплементить самые последние нейроночки Или тут как-то надо на чем-то сфокусироваться и признать, что за всем-всем-всем в нейронках уже не успеть Ну, почему? Зависит от твоего рода деятельности Если ты научный сотрудник, ты занимаешься академическими исследованиями То это, в общем-то, твоя работа и так или иначе придется это делать Меня в этом плане очень студенты мотивируют Потому что вот, когда ты являешься научным руководителем кого-то Ты не можешь просто сказать, читай статьи по этому направлению Потому что это твоя работа, ты должен Ну, это немножко лицемерно, если ты этого не делаешь Должен сам почитать сам Да, это очень сложно, потому что, если ты просишь кого-то что-то делать Это как-то неправильно, когда ты сам вообще этого не делаешь Минутка правды, Эмили не может так сказать Ну, камон, ну просто, ты как бы это знаешь, как-то так немножко 99% научных руководителей могут, так сказать, вообще не напрягаясь Это просто твоим студентам повезло По моим двум студентам Ну, в общем, приходится, потому что опять же Даже руководители исследовательских отделов могут так говорить и не повезло Вообще, обычно люди все-таки читают статьи Ну, как бы, приходишь, ты такой на совещании И говоришь, ребята, вы это сделали плохо, сделаете хорошо, как написано в той статье Но я ее не читал, поэтому там как-то сами разберитесь Ну, да, а еще можно приходишь такой Если в продакшн довели, то а что статью не опубликовали? А если статью опубликовали, а что в продакшн не довели? Как бы тут много есть слов Они поставили диалог такой, да Все равно они молодцы в любом случае, премию не получится Не доработали А вот про ресерч в компаниях Я недавно общался с европейцами с довольно крупной компанией Ну, про мой такой короткий вопрос Про ресерч, на мой короткий вопрос Реакция была такая, в общем, меня слегка удивившая Ну, типа, чуть только у нас возникает какая-то идея Там, или у ребят, там, про диклеонинг Давайте то-сего попробуем Мы задаем сразу первый же вопрос Типа, а сколько денег это принесет? И если ребята ответить не могут А это 99% случаев, то мы такой ресерч не поддерживаем Отличный результат Ну, да, конечно, мне сразу же это показалось очень узколобой практикой И как вы вообще считаете, может сейчас компания Вот буквально, даже те гиганты, которых мы знаем Могут ли они выжить без ресерча? Да, в принципе, то здесь есть такая проблема, что Если ты не очень большая компания, у тебя ограниченное количество ресурсов То понятно, что ресерч – это плюшка, она прекрасная Но все-таки компании, в первую очередь, нужно быть стабильной Нужно обеспечить своих сотрудников там зарплатами и страховыми Сами и прочим, поэтому, конечно, понятно, откуда верстут ноги И почему все так С другой стороны, если компания не расширяется, не занимается исследованиями И не инвестирует туда вообще, то есть другой риск Риск тоже очень понятный Риск такой, что какая-то другая компания тебя очень сильно опередит в технологическом стеке И ты просто станешь компанией кодеку Уж простите, надеюсь, никого не обидел Вот, поэтому, конечно, инвестировать в это обязательно нужно Но, как и в любом деле, разумно Это же до какой-то степени выбор владельцев компании Они хотят, чтобы у них компания была дико инновационная И тратила на эти все разработки кучу денег И очень малая часть из них отбивалась Или они хотят, чтобы их компания была такая Вся очень продуманная в плане экономических эффектов И полезности этого для бизнеса И что-то реально прорывное никогда не разработала Но в этой крайности между ними каждый сам осчитывался Ну, на этом мы и закончим Спасибо всем, кто нас слушал Возможно, мы как-нибудь еще все вместе пересечемся И в какой-нибудь из образовательных программ Вы увидите нас всех Но это по-живому видим Еще есть и глубокие нейроночки Deep Machine Learning Кстати, спасибо большое, что позвал Очень приятно было пообщаться Да, было очень здорово Вообще, я считаю, что надо больше общаться Спасибо